Украинский военно-промышленный комплекс В ходе общения с журналистами глава государства сообщил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства Несмотря на отсутствие конкретных данных о времени проведения теста, это заявление может указывать на более продвинутую стадию разработки, чем заявлено официально Заявление об успешном испытании отечественной баллистической ракеты означает в целом значительный рост возможностей нашего ОПЕКа Ведь здесь речь о том, что независимо от типа изделия, его нужно изготовить в объеме, необходимом для испытаний А это довольно незаурядная задача, учитывая постоянные ракетные удары РФ по территории Украины Хотя еще в июле 2023 года начальник главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем генерального штаба ВСУ Бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что в Украине уже есть ракета, успешно поражавшая цели на дальности в 700 километров Об этом он сообщил в интервью «Киев-нот-Киев», отметив, что есть уже опытные образцы, проводятся испытания 31 серпня президент Зеленский сообщил о успешном использовании украинской далекобильной оружии, которая вразила цель на 700 километров Без, возможно, деталей, которых мы не можем сказать, что это было за ракета? Это модернизированный вариант ранее разработки? Нет, это полностью новая ракета, и мы будем наращивать ее с проможности, еще до по дальности и по точности И эта ракета полностью новая, и ее возможности будут наращиваться как по дальности, так и по точности С большой долей уверенности можно сказать, что речь идет об отечественном оперативно-тактическом ракетном комплексе «Сапсан», также известном как «Гром-2» Согласно открытым источникам, «Гром-2» представляет собой высокоточный комплекс с поразительной проходимостью противоракетной обороны, достигающей более 96% Это стало возможным благодаря способности ракеты менять траекторию полета с баллистической на аэробаллистическую, что позволяет ей преодолевать даже самые современные системы ПВО, включая российские С-300 и С-400 В некотором роде «Гром-2» можно рассматривать как усовершенствованную версию российского «Искандера» Ракета оснащена инерционной системой управления, поддерживаемой различными навигационными и системами точного наведения, такими как радиолокационные и оптикоэлектронные Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты весом 480 кг может оснащаться либо осколочно-фугасной, либо проникающей осколочно-фугасной боевой частью Это позволяет «Гром-2» поражать цели на площади до 10 000 квадратных метров при использовании кассетного заряда или на площади 2-3 гектара при применении стандартного осколочно-фугасного боезаряда Универсальность комплекса «Гром-2» проявляется в его способности использовать как баллистические, так и крылатые ракеты, что делает его эффективным как для противовоздушной обороны, так и для береговой охраны Минимальная дальность стрельбы составляет 50 км, а максимальная – 280 км в экспортной версии и 350 км для нужд Вооруженных сил Украины, что связано с ограничениями режима контроля за ракетными технологиями Однако, по данным из различных источников, реальная дальность «Гром-2» может достигать 500 км, что значительно превосходит официальные цифры Не забудьте поставить лайк, а в случае если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть Субтитры сделал DimaTorzok